МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человеку свойственно по природе своей соблюдать умеренность не только из-за заботы о своем здоровье в будущем, но также из-за хорошего самочувствия в настоящем, был уверен родоначальник немецкой классической философии Эммануил Кант. Здравствуйте! В студии Наталья Цопина. И вот о чем расскажем сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лечить зубы по-новому, где завершают ремонт и закупают современное стоматологическое оборудование. Лишних СИЗОВ не бывает. Кто приобретает средства индивидуальной защиты для врачей на собственные средства? И на левом берегу, и на правом, чем займутся в межрайонных офтальмологических кабинетах? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство областного перинатального центра идет с опережением графика. Уже осенью планируют закончить ремонтные работы и начать монтаж оборудования. Будущий областной перинатальный центр встречает гостей в парадном виде. Пластиковые окна, зелено-белый фасад. Все ремонтные работы сейчас идут внутри. Строители говорят, вышли на финишную прямую. Основные отделочные работы уже на первом этаже. Там идет как бы чистовая отделка, идет монтаж оборудования, подвесные потолки, наладка оборудования. Я думаю, в сентябре работа будет закончена в полном объеме. Верхние этажи готовы практически полностью. На седьмом планируют разместить отделение патологии беременности. Конфликт резус-факторов матери и ребенка, хронические заболевания женщины, острые состояния. Рассчитано на 60 коек. Условия проживания комфортные. Свой санузел, душевая кабина. В этой палате будут находиться два человека. Кровати установят здесь. Рабочие уже вмонтировали некоторое медицинское оборудование. И в случае чего женщине смогут подавать кислород. А с помощью этой кнопки она сможет вызвать медицинскую сестру. Практически на каждом этаже операционные блоки. Строители уже установили в них современную систему вентиляции. Циркулировать будет только стерилизованный воздух. Изюминка центра – фитальная хирургия. Это хирургия ребятишек, еще не рожденных в утробе мамы. Мы во время скринингового исследования видим какой-то порог развития, видим какие-то проблемы у ребенка, с которыми он должен расстаться до рождения. Сегодня есть вся техническая и, скажем так, интеллектуальная возможность, специалисты подготовленные, вот в развитии данного направления. В новый корпус переедет и неонатологическое отделение, где выхаживают недоношенных детей. Перинатальный центр станет частью областной клинической больницы. Здание соединяет переход. Роженицы смогут получать консультации специалистов разного профиля. Строители идут с серьезным опережением. Есть возможность медикам спокойно все помещения осмотреть, ну и спокойно закупить оборудование, расставить его по своим местам. Напомню, что по графику реализации проекта вот в 2021 году, сегодня есть все основания для того, чтобы сделать это в срок, возможно, даже с опережением. Принимать пациенток будут со всего региона. Мощность будущего центра – 4 тысячи родов в год. Это почти в два раза больше, чем в родильном отделении областной больницы сейчас. Новые аппараты МРТ, КТ и УЗИ закупают новосибирские больницы. Обновление проходит в рамках национального проекта здравоохранения. Александр Шпак о том, куда направляют федеральные средства. Целый этаж в диагностическом центре перестраивают в лабораторный комплекс. Подрядчик только закончил отделку. Коридоры пустуют, но скоро тут появятся микроскопы, холодильники с реагентами и мощные компьютеры. Раньше диагностический центр и гурбольницы проводили лабораторные исследования раздельно, но теперь объединят силы в одном месте. Лаборатория потенциально может использоваться не только под общеклинические анализы, но и под обследование пациентов при онкопатологии, а также при ковид-заболеваниях, ПЦР-диагностике. Изменения стали возможны благодаря нацпроекту здравоохранения, в рамках которого горбольница получила больше полумиллиарда рублей дополнительного финансирования. Строительные и отделочные работы самое недорогое, что оплатил федеральный бюджет. Куда важнее техника, которую больница не смогла бы приобрести собственными силами. Новейший КТ-томограф, новейших дворентгеновских аппаратов, мы получим ультразвуковые аппараты. Гордостью больницы станет ангиограф, аппарат, который сканирует сердце и сосуды. Установят его, когда закончится отделка кабинета, на специальный постамент. Для кардиохирургов он откроет новые возможности. Без больших разрезов, через небольшие проколы кожи мы можем оказывать влияние, так сказать, хирургическим путем лечить различные сосудистые заболевания. Такого класса аппаратуры я думаю, что в городе Новосибирске пока еще нет. Закупки, сходные по масштабу и значению, провел Центр амбулаторной онкологической помощи Держинского района. За счет нацпроекта он приобрел аппараты компьютерной диагностики. Самый ценный и дорогостоящий из них это магниторезонансный томограф. Новейшая модель. Таких в Новосибирской области всего лишь два. Футуристичного вида аппарат позволяет заглянуть внутрь человеческого тела. Увидеть каждую складку головного мозга, каждый сосуд. От других моделей он отличается лучшим качеством картинки. Я думаю, что на КТ максимум, чтобы мы увидели, это отек. На МРТ мы видим, что это образование, которое копит по периферии контраста. Это кистозно-солидное образование. Не каждое медучреждение, которое работает с онкозаболеваниями, может похвастать таким оснащением. Однако, это лишь вопрос времени. Та программа, которая в рамках национального проекта здравоохранения, также будет продолжена. В этом году у нас с вами еще четыре центра амбулаторной, онкологической помощи. И мы строго действуем, как мы определили по плану. Всего на реализацию проекта здравоохранения до 2024 года потратят больше 33 миллиардов рублей. Ключи от реанимобилей класса С получили главные врачи области. 19 машин пришли в регион на федеральные деньги. Все подробности знает моя коллега Ксения Петренко. Новенькие с конвейера без пробега автомобили класса С предназначены для реанимационных бригад. Андрей Шаян закончил ординатуру и теперь будет работать в Бердской ЦГБ. Говорит, новая техника позволит оказывать качественную помощь. Должен работать врач-реаниматолог-анестезиолог, потому что здесь есть вся аппаратура, которой обязаны уметь работать анестезиолог-реаниматолог. Обычно врачи скорой помощи, к сожалению, не всегда имеют квалификацию, чтобы выполнять все необходимые манипуляции при работе с тяжелыми пациентами. Электрокардиостимуляторы, пульсоксиметры, переносной аппарат искусственной вентиляции легких. «Газели-Некст» оборудованы по последнему слову техники. Удобные, комфортные, проходимые. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Скорые работают без перерыва, в любую погоду. На станции скорой медицинской помощи многие автомобили служат уже больше 5 лет. И они требуют замены. Новая техника пришлась как раз кстати. Сюда поступило 6 специализированных автомобилей. Еще 3 направили в областную больницу для службы санитарной авиации. Остальные в 10 районов области. Деньги выделили по федеральной программе. Решение очень своевременное, потому что мы понимаем сегодня нагрузка на первичное звено, на скорую медицинскую помощь колоссальная. Причем нагрузка таких специализированных профилей пациентов. Это подозрение на COVID, это вне больничной пневмонии. И вот эти автомобили, они полностью оборудованы для оказания медицинской помощи и доставки такого рода пациентов. Впрочем, в реанимобилях есть и шины для фиксации, и пневмоматрас. Все, что необходимо для транспортировки пациентов, например, после ДТП. Повод вызову реанимационную бригаду очень-очень много. Это не только пациенты, которые страдают новой коронавирусной инфекцией, с теми или иными осложнениями, либо дыхательной недостаточности, либо шок. Также имеются пациенты с различными травмами, острой сердечной недостаточности на фоне либо инфаркта миокарда, либо по тем или иным причинам нарушения ритма, дорожно-транспортные происшествия, суицидальные попытки, утопленники. То есть поводов для работы, вызов реанимационных бригад очень-очень много. Новая техника полностью готова к работе и уже в ближайшее время выйдет на линию. Но это не последнее обновление автопарков. В этом году еще 25 спецавтомобилей планируют закупить на деньги из областного бюджета. На левом берегу Новосибирска проходит реорганизация стоматологической службы. В рамках областной программы Минздрав региона улучшает качество и доступность зубоврачебной помощи горожанам. Врач одевает на себя два комплекта одежды, высокие бахилы, перчатки, очки, защитный экран, маску и колпак. То же самое одевает медицинская сестра. Главный врач стоматологической поликлиники показывает бокс, где лечат пациентов, у которых во время термометрии на входе в медучреждение прибор показал больше 37 градусов. Помощи не отказывают никому, но стараются обезопасить и персонал, и посетителей. Особое внимание уделяет обработке инструментов. После многоэтапной процедуры их упаковывают в крафт-пакеты. В каждый лоток кладут индикатор, который показывает уровень очистки и стерилизации. Поступают сюда инструменты со всех кабинетов. Здесь проходит дезинфекция инструментов, предстерилизационная очистка и непосредственно стерилизация. Все у нас оборудование новое, современное. Есть в арсенале врачей поликлиники и диагностический комплект для онкоскрининга. В темной комнате с помощью флуоресцентной лампы стоматолог осматривает ротовую полость пациента. Несложная процедура позволяет исключить рак или выявить заболевание на ранней стадии. В эту группу риска могут входить люди, которые употребляют табак, люди в возрасте 50-70 лет, люди, у которых есть наличие герпетических высыпаний в полсерта, хронические, они могут быть подвержены. И люди, которые живут с вирусом папиллома человека в полости рта. Также это низкая гигиена полости рта и употребление алкоголя в большом количестве. Мы обязательно проверяем и таких пациентов, которые носят протезы, потому что протезы тоже являются травмирующим фактором. В мае в рамках реорганизации стоматологической службы в поликлинике открыли детский кабинет. Там появилось разноцветное кресло и планшет с мультфильмами для самых требовательных и важных пациентов. Через несколько месяцев в соседнем здании откроют пункт неотложной помощи. Сейчас людей с острой болью принимают в общем отделении, но уже скоро в стоматологической поликлинике номер 3 завершится ремонт специализированного помещения. С появлением в медучреждении круглосуточной экстренной стоматологической службы пациентам станет проще попасть на плановый прием. Отремонтированные помещения уже приводят в порядок. Впереди закупка оборудования. Оснастить нужно стерилизационное отделение, два хирургических и рентген-кабинет, регистратуру и гардероб. Врачи здесь будут работать в две смены по пять человек. Население разрастается. Качество и доступность стоматологической помощи должна быть тоже на высоком уровне и приравниваться тоже к частным стоматологическим клиникам. У нас есть и кабинет имплантации. У нас все специалисты, стоматологи владеют всеми методиками. Мы работаем на разных системах. Помещение отремонтировали на средства областного бюджета. Почти 7 миллионов потратили на отделку. Еще 9 уйдет на оборудование. Принимать пациентов отделение начнет уже в следующем году. Новосибирские предприниматели и общественники подключились к борьбе с распространением коронавируса. На собственные деньги они приобретают средства индивидуальной защиты для врачей. Руководитель крупной компании IT-сектора теперь разбирается не только в компьютерных технологиях, а еще и в средствах индивидуальной защиты. Признается, еще с конца марта занялся вопросом поддержки медиков, которые оказались на передовой борьбе с коронавирусом. Болезнь серьезная, как считает Евгений, необходимо думать не только о здоровье пациентов, но и о безопасности медперсонала. В итоге начал бесплатно раздавать врачам и бригадам скорой помощи респираторы. И хотя изделия не медицинского назначения вполне могут использоваться в ковидных больницах, так как соответствуют необходимому классу защиты. Все начиналось с того, что я просто за свои средства закупил нашей скорой советского района средства защиты, и на какое-то время им их хватило. Впоследствии к этой всей ситуации подключились еще другие горожане, подключились мои друзья. Мы получали переводы от некоторых организаций. И на текущий момент общее количество денежных средств, которые мы собрали и на которые мы закупили средства индивидуальной защиты, превысило 4,5 миллиона рублей. Приезжают издалека. Сегодняшнюю партию отправили в Маслянинские и Барабинские районы. Мы, естественно, не пытаемся объять необъятные, не пытаемся снабдить абсолютно всех врачей Новосибирской области, а мы пытаемся выяснить, кто из врачей и медсестер, то есть всего медицинского персонала, работает с ковидными и потенциально ковидными больными. Медики с благодарностью принимают помощь неравнодушных горожан. За несколько месяцев благотворительной деятельности Евгений и его соратники снабдили медперсонал полусотни медучреждений региона. Из мегаполиса и глубинки он регулярно получает фотоотчеты, из которых, очевидно, помощь приходит вовремя. Меж тем, это не единственный случай, когда бизнес не оказывается в стороне от проблем, вызванных пандемией. Мы уже рассказывали о том, что представители ресторанного бизнеса и без того переживающего не самые лучшие времена снабжали горячим питанием медиков, которые лечат больных в ковидных больницах. В Новосибирске появятся офтальмологические межрайонные кабинеты. В 20-й поликлинике на правом берегу и в 22-й на левом будут выполнять углубленную диагностику сетчатки и зрительного нерва. Деньги на самое современное оснащение уже выделили больше 40 миллионов рублей. Сейчас обучают специалистов. Помощь пациентам будут оказывать бесплатно по полюсу ОМС. Мир стал ярким, краски вернулись, говорит Сергей Селиванов. На правом глазу ему выполнили две операции. Затем симптомы появились и слева. Первый симптом – это туман в глазах. Начинает как будто молния иногда появляться, сверкать. Но это тяжесть как бы в глазу. Ну вот, обратился к врачу, померили давление и сказали, что он у глоукома. Сергей Анатольевич моложе многих пациентов офтальмологического отделения. Объясняет, у глоукомы много видов. У него пигментное, заболевание редкое. Диагностирует чаще у мужчин от 20 до 40 лет. Удалось выявить и вовремя сделать операцию. Смотрим, есть ли осложнение после операционного периода. Если есть отслойка сосудистой оболочки, в данном случае ее нет, оболочки прилежат. То есть после операционного периода протекает благоприятно. Глоукома – заболевание коварное. Долгое время пациент не знает о своей болезни. Человека ничего не беспокоит, но при этом пропадает зрение. Медленно и безвозвратно. Инвалидность от глоукома – это инвалидность уже от необратимой слепаты. То есть если это 3-4 стадия, то пациент медленно приходит. И уже ничего сделать нельзя. Если катаракту можно прооперировать, и это обратимая слепота, то заболевание сетчатки зрительного нерва – это все заканчивается при прогрессии заболевания необратимой слепотой. В этом году в Новосибирске появятся кабинеты по углубленной диагностике сетчатки зрительного нерва. Оснащение каждого больше, чем на 20 миллионов рублей. Будут проверять поля зрения, выполнять ультразвуковые и томографические исследования. Благодаря единой информационной базе ведущие специалисты региона смогут дистанционно проконсультировать и определить тактику лечения. Сейчас в областном регистре пациентов с глоукомой 19 тысяч человек. Это неполная картина, уверены врачи. Так не все частные центры вносят данные о своих пациентах. Такая же ситуация и с больными с патологией сетчатки. Только в областной поликлинике в регистре пациентов стоит более 5 тысяч. Фактически, если тех, которые нуждаются уже в помощи введения ингибиторов ангиокинеза. Если говорить о расчетных цифрах, составляет 9% населения. Если мы с вами посчитаем от 1,5 миллиона в 1,6 миллиона в Новосибирской области, то мы понимаем, что это уже больше 160 тысяч. Работа новых кабинетов поможет максимально охватить пациентов. Люди смогут оперативно попасть к высококвалифицированным специалистам, получить точную диагностику и медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС. Если не будешь есть еду как лекарство, то будешь есть лекарство как еду, говорил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Будьте здоровы и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова